Я Антон Наган, руковожу этой компанией более 17 лет. Сегодня я расскажу вам о очередной победе корпорации Телеобмени. Хабатрон 5000. Даже на камеру не помещается. Некоторые называют его Хабатроник, но давайте мы убедимся в его истинном названии. Корпорация Телеобмени. Образы в одному. 2021. То есть мы имеем дело с работой образы в одному. По-моему, она называлась не так. Но мне подходит. Есть английский вариант. Images in one. В данном случае я реализовываю с помощью ребят из Golden Hands. Golden Hands это незаменимый инструмент. Нет сильнее инструмента, чем рука. А золотая рука это золотой инструмент. Как золотые руки. Все мы знаем выражение золотые руки. Например, парень золотые руки. И Golden Hands это именно такой парень. А точнее парень. Вот что они сотворили. Я просто смотрю на эту красоту уже какое-то время. И это невероятно. Когда твои фантазии в точности до элемента. Ты просто говоришь ребятам. Только пацаны, чтобы был нормальный скотч. Зеленого побольше. Красного. А они берут, например, и делают немножко синего. Вот чуть-чуть как-то от себя что-то добавляют. И это сразу как-то... То есть как будто бы у них есть не только золотые руки. А еще и какое-то чутье. Я даже не знаю. Какое-то ощущение. Будто бы они тоже видят что-то тоже, что и я. И приятно работать с такими людьми. Класс. Исполнение просто невероятное. Это все как бы чувствуется цельным объектом. Как лепнина. И это безусловно отсылка к лепнине нулевых. Которую все уважающие себя люди ценят. Несмотря на что мы сейчас не говорили. Я был бы глупцом, если бы я пытался описать. Задумку художника. Я могу описывать только свои задумки. Потому что я творец. И моя воля, она простирается в реальный мир. Другими способами. Не художественными. Я бы сказал. И это один из примеров. В совокупности в комплексе, что мы наблюдаем. Что хотела галерея? Она хотела экспонат. И она имеет экспонат. Все это выглядит как выставка. Тут есть работы. Они висят на стенах. И все сработали. Это выглядит как галерея. И это выглядит как экспонат. Выполнено. Отлично. Тут все сработали на ура. Просто не выбивается картинка. Никак. При этом, да, это реклама, ну как реклама, пропаганда корпорации телеотмена, да, как бы волей-неволей ты проникаешься этим явлением. Просто ведь все понятно. Фильмизоры, да, снимай, как говорится, и показывай, да, кому неизвестна эта фраза. И вот просто люди снимают и показывают, снимают и показывают, снимают и показывают. И многие так делают. Даже хоббатрон так делает. Вот он снимает и показывает. Можно вот смотреть, и это просто картинки, да, и ты можешь видеть или не видеть, что хочешь. Например, что для меня, как бы, это хоббатрон, он стоит, и ты смотришь на него, он показывает. Показывает вещи, которые к нему лично отношения не имеют. Он просто существо. А его, как бы, это как органы, они имеют такое свойство, как демонстрировать материал, который в нем загружен. В принципе, эти файлы могут быть заменены. Но для этой выставки они здесь вот такие лежат. Мы-то знаем, но он показывает что-то, набор каких-то вещей, которые к нему отношения не имеют. Здесь транслируем сегменты, в том числе, а вот тут можно посмотреть здесь, здесь, да, очень классные фотографии получаются в этих телевизорах. Но здесь просто, вот тут, например, один из художников сделал вот такой визуализации, например, определенного процесса, и она тоже в конференции обмирна, она в интернете получается. Где-то процесс просто создания произведения искусства, где-то перформансы, где-то театрализированные какие-то действия происходят. То есть это просто фильмография того, что происходит в фильме. Саша, ты называешь? Мне очень нравится эта стандартная шутка в комедиях, когда знаешь, типа, какой-то чувак хочет попасть на обложку фильма. Ну, очень часто встречается эта шутка. И в очередной раз я ее недавно видел, когда там, типа, он очень хочет как-то, типа, ну, блин, я стараюсь, типа, и вот, там, корпоративный журнал какой-то. И в итоге, типа, все-таки этот человек попадает в этот кадр, типа, его фоткают, как бы, но выходит там это шоу, или телепрограмма, или этот журнал, а там на его лицо просто налепили какой-то там, типа, стикер, или какое-то сообщение, или, типа, просто дроча, она его там закрывает, или мы так его вырезали просто. И, типа, чаще всего в этих шутках они заканчиваются так, этому человеку показывают это, типа, такой, ну, или он просто видит и смотрит на это пауза, всем так неловко, типа, он такой на это смотрит и такой «Класс! У меня получилось! Смотрите, я на ножке!» «Класс! У меня это очень классно!» «Класс! У меня это очень классно!»